Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое агрессивное видео, давно таких не было, я даже соскучился. Блокчейнбекер, известный XRP-аналитик, говорит, что его технический анализ показывает, что 2017 год очень похож на то, что он видит сейчас. По его мнению, мы не можем расти вверх бесконечно, обычно происходят мощные коррекции, особенно хорошо мы видим это на криптовалютном рынке. По мнению блокчейнбекера, текущая коррекция уже заканчивается. Блокчейнбекер весьма уверен в этом, но лично я не могу предсказывать будущее и любое иррациональное поведение на рынке. Неожиданные события предсказать практически невозможно, если только ты сам не являешься их причиной. Текущий рынок максимально непредсказуем, даже лучшие инвесторы попадаются в его ловушки. Самый яркий пример это Марк Кубан и его вовлечение в нашумевший недавно проект Титан. Он написал у себя в Твиттере, что потерял на Титане так же, как и многие другие. После этого случая инвестор призвал к регулированию DeFi пространства. У меня есть план по собственной защите на случай моей собственной неосторожности или самых плохих сценариев развития событий. Худший сценарий похода еще ниже все еще существует, особенно учитывая, что происходит в последнее время с Бинансом и Тезером. Именно поэтому я готовлюсь к худшему, а надеюсь на лучшее. Возможно ли, что мы пойдем еще ниже? Есть такая вероятность и возможно это произойдет из-за следующего. Глава ФРС США заявил, что Тезер это риск для стабильности финансовой системы и они будут следить за ним еще ближе. Мы же когда-то говорили о том, что Тезер может быть угрозой. И хотя Генеральная прокуратура Нью-Йорка заключила с Тезером соглашение о регулировании на несколько миллионов долларов, подтвержденное фактами мошенничества все же было обнаружено. Но все равно Тезер все еще в строю, а СЕК, Департамент Юстиции и Финсен будут наносить свои удары по Тезеру. Напомню, что Тезер это стейблкоин, это третья самая крупная криптовалюта на планете. Хотя это и не совсем криптовалюта на самом-то деле. Его размеры означают, что если с Тезером произойдет что-то плохое, это может временно обрушить весь рынок. Рассказывая это, я не хочу посеять панику, просто пытаясь уберечь твою психику от возможной рыночной просадки в случае краха Тезера. Сейчас мой криптопортфель потерял много своей стоимости, и когда ты видишь такую просадку, становится неприятно, даже учитывая то, что почти все свои вложенные средства ты давно зафиксировал. Но впереди нас ожидает еще не один бычий рынок. Я не знаю, когда точно, но не впереди. Поэтому я оставляю криптовалюту в холодном кошельке, терпеливо жду и рассказываю тебе об этом. Кэтлин Лонг, основатель банка Avanti, специализирующегося на криптоуслугах из Вайоминга, разместила у себя следующий твит, в котором указала три вызова для финансовой стабильности по мнению Федеральной резервной системы США. В качестве примера одного из вызовов указан именно Тезер. Это не очень хорошо для безопасности крипторынка. Я хочу, чтобы ты знал об этом. Предупрежден, значит вооружен. Несколько дней назад член правления Европейского центрального банка Бенуа Кури сказал нечто, что повергло меня в шок. Я никогда не слышал, чтобы кто-то его уровня фактически выкладывал весь план настолько открыто. Давай послушаем. Обменные расчеты цифровых валют центральных банков будут объединены в одну платформу, ключевая особенность которой – обеспечение пропускной способности для как можно большего количества транзакций. Если в цифровой экономике будет большое количество ЦВЦБ, то вам нужно еще большее количество возможных транзакций между различными парами ЦВЦБ, а иногда и между двумя парами ЦВЦБ. Если вы хотите делать это быстрее, есть смысл осуществлять такие транзакции на единой платформе, на которой, возможно, будет единый расчетный мостовой актив. Единый расчетный мостовой актив на платформе, которая будет объединять все ЦВЦБ планеты. Только что мы слышали, как сам Бенуа Кюри заявил, что они могут использовать расчетный актив для ЦВЦБ. Что это будет за актив? Об этом мы можем только спекулировать. XLM? XRP? Может быть что-то другое? На сайте MEF мы находим отчет под названием CBDC Policy Maker Toolkit. На странице номер 17 мы находим кое-что интересное. В качестве примера для наиболее подходящих расчетных активов для ЦВЦБ указан XRP. Ну и еще JPM Coin. Это монета от банка JP Morgan. Я снова поднимаю эту тему, но в который раз напоминаю, что это лишь моя спекуляция. И я не провидец, который умеет читать мысли вселенной. Я комментирую то, что вижу. А вижу я их план. И он написан мелким шрифтом, как сноска в самом скучном документе в истории человечества. Ты думаешь, что изучать подобные документы весело? Хм, только зрение ломать себе. Но награда в конце пути велика. И того наверняка стоит. Как мы видим, BMR ускоряет принятие ЦВЦБ. Они утверждают, что ЦВЦБ будет строиться на цифровой идентификации личности. Которая поможет с финансовой интеграцией и при этом обеспечит конфиденциальность данных. Также BMR поощряет развитие ЦВЦБ. Они заявляют, что цифровые валюты центральных банков могут сосуществовать с частными стейблкоинами. Банк Франции на этом фоне сообщил, что скорее всего предпочтет XRP, а не биткоин и эфириум для цифрового евро. А XRP Ledger при этом может стать платформой для цифровой валюты Центрального банка Франции. Вот, кстати, еще одна неожиданная новость, которой поделился пользователь XRP Trends у себя в Твиттере. US Faster Payments опубликовал белую бумагу для трансграничных быстрых платежей. В ней мы видим Крейга Девита из Ripple. Он является членом совета US Faster Payments. Кроме этого, Ripple – единственная криптокомпания в совете US Faster Payments. Наряду со SWIFT, Федеральным резервом и старым партнером Ripple Volante. Почему же Ripple добавляет во все эти советы в финансовом мире? Почему они наняли бывшего исполнительного директора JP Morgan? Почему в Ripple уже работает женщина, чье имя напечатано на долларе? Почему же? В прошлую среду БМР сообщили, что они курируют множество вопросов по поводу цифровых валют, а именно насчет того, как должны выглядеть ЦВЦБ. Цифровой доллар, цифровой евро, цифровой юань и другие. Те валюты, которые они перечисляют, особенно интересны тем, что они являются частью корзины специальных прав заимствования SDR. Мы уже говорили, что это значит. По их оценкам, 56 центральных банков работают над своими цифровыми валютами. И прямо сейчас у нас есть прекрасная возможность осознать то, что Ripple, Брэд Гарлинхаус, вот он, находится за одним столом с главой Банка международных расчетов, с представителем Международного валютного фонда, представителями Саудовской Аравии и монетарной власти Гонконга. Практически все деньги планеты сидят за одним столом вместе с Ripple. Именно поэтому и появляется предположение, что XRP может использоваться для всех этих денег в будущем, в новой финансовой системе цифровых валют центральных банков. И в этот же момент так уже совпало, что Ripple создают частный реестр для запуска центральными банками собственных цифровых валют. Частный леджер. Еще раз хочу напомнить, что BMR говорит, что CVCB могут сосуществовать с частными стейблкоинами. Как видно, Ripple создает технологию взаимодействия цифровых валют центральных банков. По факту он создает технологию, которую могут применять BMR, MVF и вся остальная планета. Я не виню тех, кто не хочет изучать все эти скучные документы. Но блин, до чего же это все интересно на самом деле? Я просто получаю большое удовольствие, когда делаю подобные видео. Надеюсь, что ты тоже. На этом все. Меня зовут Богатейщий Ди. Подписывайся на канал, ставь лайк, делись видео с друзьями, комментируй. И обязательно, Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok